Меня зовут Мэтт Корр. Я концепт-артист в индустрии видеоигр. Я получаю огромное количество вопросов о специфике создания цифровых изображений. Для большинства людей это сложный и запутанный процесс. Поэтому я решил создать онлайн-ресурс, где собираюсь прояснить некоторые моменты своей работы. Правда заключается в том, что необходимо наработать хорошую практику, так как это нелегкий труд. Но компьютерная часть работы с участием в Photoshop не является особо сложной. Я записал данные видеоуроки, чтобы разделить процесс, который использую в Photoshop на отдельные повторяемые шаги. И хотя мне нравится просматривать спидпейнтинг ролики на YouTube, мой подход к рисованию несколько иной. Вместо того, чтобы показывать технику создания одной иллюстрации, я стараюсь передать главные принципы, которые использую сам. Впоследствии вы сможете их применить для любой графической работы. Приступим не торопясь и к концу просмотра вы обретете опыт. Хочу начать с определения разницы между использованием мыши и планшета. Сперва я буду рисовать, используя мышь. Теперь подключу планшет и попробую рисовать. Есть пара нюансов, которые вы могли заметить. Мышь обладает двоичной реакцией. Она работает лишь в двух режимах. Включена и выключена. Планшет же обладает чувствительностью к нажатию. Отображаю на мониторе градации от светлого к темному. К тому же мои движения могут быть более свободными, ведь это больше напоминает рисование ручкой, чем клейки мышкой. Это решающий шаг, чтобы начать работу. Прежде чем углубиться в процесс, я сделаю шаг назад, чтобы озвучить несколько определений. Палитра в Photoshop – это не та, знакомая вам в традиционной живописи палитра. Когда я упоминаю палитру, я имею в виду информационную панель. Используя раздел меню «Окно» – «Window», можно прятать или извлекать ваши палитры. Итак, перед нами палитра слоев – «Layers». В ее нижней части размещены иконки кнопок «Создать новый слой» и «Удалить слой». Вертикальная палитра с левой стороны экрана, вот она здесь, называется «Панель инструментов». Она будет здесь присутствовать почти всегда. Содержит такие инструменты, как кисть, ластик, цвета переднего и заднего плана. Как только вы выбираете инструмент, например, кисть, изменяется горизонтальная панель в верхней части экрана. На ней отображаются параметры инструмента. Как можно увидеть, для инструмента кисть здесь имеется параметр непрозрачности и нажима. Если я выберу ластик, то набор параметров будет иным. Когда у вас активен инструмент «Кисть», самый простой и распространенный прием – это изменение цвета. Для его реализации необходимо обратиться к панели инструментов, где отображены два цветных квадрата. Скорее всего, по умолчанию здесь черные и белые цвета. Квадрат, расположенный сверху, называют цветом переднего плана. Его цветовая гамма определяет свойства кисти. В настоящий момент он отражает черный цвет. И я собираюсь изменить его кликом на миниатюрке квадрата переднего плана. Откроется новое окно – палитра цвета. Здесь можно манипулировать цветом, чтобы подобрать подходящий и подтвердить свой выбор, нажав «Ок». Теперь для кисти задан другой цвет. Вы смотрите данное видео, чтобы научиться рисовать Photoshop. Дело в том, что разные пользователи применяют Photoshop на свой манер. Кто-то для веб-дизайна, кто-то для обработки фотографий, а кто-то в других целях. Когда я работаю в Photoshop, то использую ограниченный набор из предложенных функций. Это не замедляет мой процесс. Нет нужды постоянно оперировать всевозможными инструментами. Нужно понимать это, чтобы создать себе удобное рабочее место, убрав и забыв все ненужное. Все, что я предпочитаю использовать в своей работе, можно найти в меню «Окно» – «Window». Я выбираю палитру «Инструменты», «Слои» и «Навигатор». Подробнее я расскажу о них в следующих видео. Сейчас запомните, что это слои, с которыми мы все время будем работать. А это также три важные панели, расположенные на экране. Очень важно в компьютерном рисовании убрать внимание с программного обеспечения на второй план. Следует сфокусироваться на фронтальном изображении, а не заботиться о том, какую клавишу вы нажали или куда исчезло меню. Поэтому на первых порах я предлагаю освоить несколько горячих клавиш управления Photoshop. Они помогут вам меньше думать про экранные кнопки и меню. В частности, рассмотрим клавиши зуммирования и передвижения. Если необходимо приблизить изображение, можно кликнуть на иконку «Больших гор» в меню «Навигатор» или на иконку «Маленький гор», чтобы отдалить. Но я готов поспорить, что намного удобнее использовать сочетание клавиш на клавиатуре, где Ctrl и «Плюс» приближают, а Ctrl и «Минус» нажатые вместе удаляют изображение. Приблизив любым из способов, зажимайте клавишу «Пробел». И курсор меняет форму стрелки на ладонь. Она позволяет передвигать инструмент. И последнее. Нажатием клавиши «Таб» вы скрываете интерфейс. Продолжай рисовать на полноразмерном экране и не заботясь о том, что какие-либо окна закрывают обзор. Когда понадобится вернуть все обратно, повторно нажимаете «Таб». Еще раз. Ctrl и «Плюс» — это приближение. Ctrl и «Минус» — это отдаление. Пробел активизирует инструмент «Рука». Если вы новичок Photoshop, то вы открыли для себя массу полезного. Когда я изучаю что-то новое в рисовании или где бы то ни было, то предпочитаю закреплять вновь полученные знания в безопасной среде. Я не переношу новую технику в свою следующую иллюстрацию, но создаю документ, где отрабатываю навык до комфортного уровня. В окончании каждого своего видео я буду предлагать вам выполнить небольшое задание, чтобы закрепить только что освоенную технику. В настоящий момент мы будем оттачивать навык работы с горящими клавишами навигации. Для начала возьмите инструмент «Кисть» и в палитре цветов выберите красный. В левом верхнем углу холста нарисуйте треугольник. Теперь замените цвет на синий и нарисуйте квадрат в нижнем правом углу. И, наконец, между двумя фигурами проведите кривую зеленую линию. Когда все готово, уберите интерфейс с клавишей «Tab». Увеличьте изображение до того масштаба, где треугольник полностью занимает экран. Используйте пробел и проследуйте по кривой. В самый низ до квадрата на другом конце. Уменьшите изображение так, чтобы обозревать весь документ. А теперь повторите все сначала. Приближаем треугольник. Следуем за кривой. А затем отдаляем для просмотра документа. Это может показаться простым, но поверьте мне, что отличное владение масштабированием и панорамированием во многом облегчает работу в Photoshop. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...